Никита Кундус – настоящий мастер Кия и Шара. Свои 15 чемпион страны не представляет будущего без бильярда. Парень признается, как только подходит к столу, тут же появляется азарта и желание побеждать. Накал страстей витает будто в воздухе. Интерес к интеллектуальной игре с самого детства. Я с дедушкой смотрел в снукер с трех лет. Мне понравился. Я сначала хотел в снукер пойти, но у нас в Бурске не было. В Одессе меня решили отправить в русский бильярд. Дважды участвовал на чемпионате мира на юниоровском. Недавно выиграл в сентябре чемпионат республики. Кубок Беларуси разыгрывается в дисциплине «Комбинированная пирамида». По правилам она заметно отличается от американки. Игра ведется только одним битком. При сыгрывании так называемого «свояка» соперник снимает любой шар с пуля и кладет его на полку забившего. Биток выставляется обратно на стол для дальнейшей игры. Суть – первым набрать 8 забитых шаров. Ловкость рук, координация движения и точка удара. Русский бильярд – интеллектуальная игра, требующая холодного рассудка и расчетливых действий. Турнир по русскому бильярду собрал 30 виртуозов зеленого сукна. Самому старшему игроку 45, младшему 14. Дресс-код – главный критерий участия. Черные туфли, брюки со стрелками, однотонная рубашка с длинным рукавом. Плюс жилет. В противном случае фейс-контроль не пройден. Проходили соревнования в областях. И вот очень приятно, что этот турнир проходит именно в Бобруйске, в клубе «Ниагара», который имеет большие бильярдные традиции, в котором проводились и городские, и республиканские международные соревнования. Наряду с шахматами бильярд считают одной из древнейших игр на планете. В России и Беларуси появление интеллектуальной игры связывают с именем Петра Первого. Однако современное развитие бильярдного спорта в нашей стране начинается в конце 80-х – начале 90-х годов. Ольга Весенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.